Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Сегодняшние темы – это будни и праздники рабочей пятидневки, новые в законодательстве и будет ли все это работать. Проблемы и чаяния рязанцев, о которых они поведали нашим авторам. Другими словами, мы поговорим о городской жизни, начиная с праздничного понедельника. Предъявите права, вступил в силу закон, в частности, предусматривающий обязательное наличие российских водительских удостоверений у гастарбайтеров. Куда же тут сходить? На конечных остановках маршруток по-прежнему так и нет биотуалетов, а те, которые были бесследно, исчезли. Вспомнить мастера на территории Свято-Троицкого монастыря в Рязани открылась мемориальная доска в память о зодчем Матвее Казакове. За Россию-матушку в Рязани отметили День народного единства и годовщину Октябрьской революции. Начнем с праздников недели, в которых, по правде говоря, надо как следует разобраться. Итак, горожане отмечали их целых два, причем один был выходным. Это, как известно, День народного единства. Собственно говоря, он вновь восстановлен уже в современной России, когда новые российские власти размышляли, чем же заменить укрепившийся в сознании людей главный осенний праздник – годовщину Октябрьской революции. Напомним, праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Кстати, впервые 4 ноября День Казанской иконы Божьей Матери был объявлен государственным праздником еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича. Так что в 21 веке один праздник извлекли из недр истории, а второй День революции туда отправили. От ноябрьских революционных шествий с обязательным перекрытием центральных улиц в российских городах и весях сейчас, кстати, понемногу отказываются. И в самом деле населению непонятно, почему на несколько часов главные улицы отдаются практически во власть демонстрантам. С учетом того, что государственного праздника 7 ноября в стране уже давно нет. Рязанцы встретили 7 ноября кто как. Например, те, кто помоложе, вообще не могли сказать, по какому случаю улицы перекрыли. И ворчали на неудобства. Очень неудобно. Очень неудобно для народа. Нет, неудобно. Неудобно? Пешком добираетесь? Да. Что касается не очень плотных и широких колонн демонстрантов, то шли они как-то очень уж медленно. И зрелище было поправить сказать не очень праздничное, мрачноватое какое-то. Но это личное впечатление авторов материала. За два дня до этого в Рязани на праздничный митинг в честь Дня народного единства вышли представители нескольких политических партий, в том числе ЛДПР. 4 ноября в честь Дня народного единства региональным отделением партии ЛДПР был проведен митинг, посвященный празднику освобождения нашей страны от польских интервентов в 17 веке. Вообще это очень знаковый день. Это минины пожарские в это время. Много лет назад спасали нашу страну от иностранных интервентов. И не случайно это один из традиционных митингов ЛДПР, которые мы проводим каждый год. Потому что только сплотившись, только сплотившись наша нация сможет выстоять. Потому что и сейчас смутные времена еще далеко не прошли для нашей России. Если каждый человек будет стремиться сделать жизнь в нашей стране лучше, если каждый человек будет добиваться своих законных прав, то и везде в целом у нас все поменяется. Мы будем жить замечательно, хорошо. И партия ЛДПР всегда будет поддерживать таких людей. Неравнодушных, честных, простых людей. Поэтому еще раз хочу поздравить всех с праздником народного единства. Для политических лидеров праздник народного единства имеет особое значение. Это возможность прояснить позиции партий в связи с интересами коренного населения многонациональной страны. Или, как сейчас принято говорить, титульной нации. Я хочу сказать, что я поздравляю от имени фракции ЛДПР Вязанской областной думе всех россиян, всех национальностей на территории Российской Федерации. И хочу призвать их к тому, что родина их является, их национальная республика. Общей нашей родиной является наша Российская Федерация. И если нашей стране будет угрожать какая-либо экономическая или военная опасность, то люди всех национальностей встанут на защиту своей Российской Федерации. Потому что это наша общая держава. Это наша общая родина. По окончанию официальной части либерал-демократы переместились в конференц-зал гостиницы Лович, где на общем праздничном заседании продолжили обсуждать насущные вопросы, связанные с политической ситуацией в России и Рязанской области. К другим темам. На этой неделе вступил в силу закон, в частности, запрещающий управлять коммерческим транспортом иностранцам без российских водительских удостоверений. За гастарбайтеров без российских прав 50-тысячный штраф за каждого придется заплатить работодателю. Причем выкладывать денежки владельцам транспорта придется всякий раз, когда дорожные полицейские будут вылавливать нарушителя. Выход один – садиться за парту в российской автошколе и получать наши родные любимые пластиковые корочки. Для этого иноземцам дали время до весны. По закону федеральным номер 92 ФЗ вводится обязанность обязательно осуществления грузовых и пассажирских перевозок только при наличии национального российского водительского удостоверения. Однако доведение данной нормы в настоящее время отсрочено до 9 мая 2014 года. Эксперты отмечают, что гастарбайтеров-водителей сейчас в России так много, что в поставленные сроки принять экзамены маловероятно. Похоже, дело сведется к элементарной замене. Одних прав на другие, иначе перевозки попросту встанут. К тому же создается впечатление, что в родном отечестве на скорую руку монтируется новая коррупционная схема по торговле автоправами. Своё мнение по поводу нового введения в законодательство высказали рязанские руководители транспортных фирм. Хотя сейчас уже некоторые автошколы пытаются поднять стоимость обучения, причем если для всех, для российских граждан получить категорию D, это для перевозки пассажиров, можно непосредственно сразу обучаясь на D, не обучаясь на другие категории, то для иностранцев они почему-то начали определять сразу, что сначала обучаться будут на цене, а потом уже переобучаться на D. Надо добавить, что в этом октябре на свещании по развитию рязанской транспортной сети губернатор Олег Ковалев заявил, что работу маршрутных такси необходимо встраивать в общую транспортную систему города. По его мнению, ставку нужно делать на 2-3 крупных предприятия, которые готовы работать по ясным и честным правилам. В четверг на заседании Совета областной думы он озвучил свое мнение еще раз. Сегодня, будем говорить так, очень много граждан, в том числе и Рязанской области, недовольны транспортным обслуживанием. И действительно, мы вступаем в период, когда необходимо 2-3 крупных транспортных предприятия, которые могли бы обеспечить основную массу перевозок, в том числе и частных предприятий. Это и автобусные перевозки, это и такси, ну и городские перевозки. И эту тему предстоит решать. Второе. Мы поставили задачу перевести в быстрый этап взаимоотношения с транспортными компаниями, чтобы в любом виде транспорта льготник мог спокойно ехать. Сегодня он в маршрутках не может ездить, потому что там льготник не распространяется. Он не может на некоторых видах других транспорта ездить городского. И это, конечно, в общем-то не настраивает людей на хорошее настроение. Он говорит так, потому что, когда мы говорим, что интервалы у нас короткие по маршруту, по тем или иным, но для кого-то они короткие. Для тех, кто пользуется льготами региональными, муниципальными, федеральными, они продолжают оставаться длинными, потому что они могут воспользоваться только муниципальным видом транспорта. И в данном случае эту тему мы можем приложить, только используя совершенно открытые белые схемы, соответствующие электронные карты, платежные, которыми человек может в любом виде транспорта ехать. И этот собственник транспортной организации получит ту компенсацию, которая будет уположена по факту перевозки. Таким образом, мы выводим в белую все отношения, связанные с льготами за перевозку пассажиров и лодников. То есть предстоит большая серьезная работа. Еще о маршрутках. Недавно жители Недостоева в телефонном разговоре с нашей редакцией заявили, что намерены потребовать от городских властей и депутатов Гордумы наладить, так сказать, санитарный порядок на конечных остановках частных автобусов и маршрутных такси. Проще говоря, нет на разворотных кругах туалетов. Вот и приходится водителям, а что делать, искать убежище в соседних дворах и редких кустиках. А ведь это грозит настоящим экологическим бедствием. Да и местным жителям все это приходится, как говорится, наблюдать в первозданном виде. И запах, опять же, неприятно, что тут скажешь. Жители многоэтажных домов по улице сельских строителей, это в микрорайоне Недостоева, уже долгое время страдают из-за некультурных водителей маршруток. Вот, например, конечная остановка 75-го и 82-го маршрута располагается здесь уже больше 10 лет. Однако и по сей день площадка не оборудована биотуалетами. Водители, надо их тоже понять, вынуждены справлять свои естественные потребности в ближайших кустиках или же прямо во дворах домов. Такая же неприглядная ситуация и на конечной 73-го маршрута. Сами водители маршрутных такси признают, что отсутствие туалетов наболевшая тема, причем по всему городу, а не только в Недостоево. Перевозчики рассказывают, что перед выборами в городскую думу в начале сентября на конечные остановки привезли биотуалеты. Однако буквально через пару дней после народного волеизъявления они куда-то исчезли, и все пошло по-прежнему. Еще одна проблема – это мусор. На конечных остановках маршруток мусорные контейнеры, если даже и есть, то, по словам местных жителей, практически всегда переполнены. Обертки и пивные бутылки валяются прямо на земле. Работники службы по уборке города в отдаленном районе Рязани появляются весьма редко. Сами водители говорят, что проблему с туалетами без муниципалитета они решить не могут. Кстати, об этом говорит и опыт других городов. Например, в Челябинске убирают мусор и биотуалеты, городские уборочные службы, а оплачивают их работу частные перевозчики. Еще в нескольких городах России владельцев маршрутных такси попросту обязали за свой счет установить биотуалеты. Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева советует горожанам с этими проблемами обращаться к своим районным депутатам. Возможности бюджетные крайне ограничены. И администрация, и исполнительная власть, она исполняет то, что ей законодательное предписало и какие ей статьи расходования бюджета дала. Поэтому я хотела бы ко всем людям обратиться, которые вот с этим вопросом, как сказать, этим вопросом озадачены. Обращаться прежде всего надо в городскую думу к своим депутатам надо обращаться. Именно они отстаивают все-таки права граждан. В общем, без административного контроля конечные остановки автобусов в Рязани по-прежнему будут раздражать своим внешним видом горожан и представлять собой весьма неприглядное зрелище. К другим темам. Недавно в Рязани прошла региональная конференция «Деловые итоги года». Встреча состоялась в комплексе «Виктори Холл». Участие в ней приняли руководители области, представители бизнеса и финансовых кругов. Рассказывает Олеся Харлина. Конференция «Деловые итоги года» большинству руководителей предприятий малого и среднего бизнеса уже хорошо известна. В следующем году эта инициатива бизнес-сообщества отметит первую десятилетку. Проще говоря, это активная социальная группа, которая уже сформировала свою общественную площадку и готова вести конструктивный диалог с властью и контролирующими надзорными органами. Очень эффективный проект за честные закупки. Потому что этот проект позволяет снять абсолютно все вопросы, которые задают предприниматели, когда сталкиваются с коррупционными факторами при участии в госторгах. Самих предпринимателей, разумеется, волновали текущие проблемы и заботы, а точнее их решения. Ресурсы для массовых инвестиций, повышение экономической эффективности малого бизнеса, тарифы, затраты, перекрестное субсидирование, формы государственной поддержки, повышение цен на электроэнергию и даже вопросы рекламы. Высокие ставки по кредитам – это и кадастровая стоимость земли. В следующем году будут ужесточены меры контролирующих и надзорных органов. И все это, конечно, не может не беспокоить бизнес. В свою очередь, сами выступающие тоже обратили внимание на ряд проблем, касающихся развития предприятий малого бизнеса. Как ни удивительно, одна из них – недостаток профессионалов. Технические базы многих вузов таковы, что имеют весьма опосредованное отношение к реальному сектору экономики. Например, в Белгородской области такой уровень соответствовал 99-му году. К сожалению, те специалисты, которые сейчас выпускаются в системе образования, зачастую не соответствуют тем потребностям регионального рынка труда, который реально существует. Ну а если о приятном, то мы традиционно входим в тридцатку регионов, где отмечается высокий рост числа субъектов малого предпринимательства и объемов их деятельности. Их количество превысило 44 тысячи. И традиционно лучшие представители бизнес-сообщества были награждены дипломами и ценными подарками. 73 руководителя смогли вывести свое предприятие на лидирующие позиции. Это образование, спорт, медицина, продукты, услуги и даже товары для животных. Это огромная честь для нас. Во-первых, мы стараемся не стоять на месте. Сейчас в ближайшее время открывается магазин на Плитаево. В самое ближайшее время сеть магазинов «Наши лапы» начнет активно помогать и тем покупателям, которые предпочитают заказывать нужные товары через интернет. А сами сотрудники ежегодно посещают форумы и семинары в целях повышения квалификации. Вкусно поесть и хорошо одеться любят все. И кошечки и собачки – не исключение. Это мы уже заметили. Поэтому сейчас поступила большая коллекция зимней одежды. Приглашаю всех приходить, одевать, обувать, баловать своих любимцев. Милости просим, всем всегда рады. Остается еще раз поздравить всех образцовых специалистов. Так держать. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Коротко о темах второй части сегодняшнего проекта. Вспомнить мастера на территории Свято-Троицкого монстря в Рязани открылась мемориальная доска в память о зодчим Матвея Казакове. О семьях хороших в программе продолжения совместного проекта нашей телекомпании и областного министерства социальной защиты. «Я хочу сказать об этом». В Рязани прошло подведение итогов Всероссийской выставки. Продолжаем программу. На этой неделе в четверг в Рязанском Свято-Троицком мужском монстре открылась мемориальная доска в память о Матвея Федоровиче Казакове. Это был талантливейший российский зодчий, творивший в 18-19 веках. Много сделал для московской архитектуры этот сын крепостного крестьянина. Его гению принадлежит возведение здания Сената в Московском Кремле. Он проектировал здание Благородного собрания, которое известно нашим современникам как колонный зал Дома Союзов. Казаков создавал церковь митрополита Филиппа, Голицынскую больницу. Он возводил дворцы, займки, резиденции, а также и обычные жилые дома, общественные постройки. Казаков стал создателем градостроительной концепции, которая известна, говоря языком архитектуры, как «организацией больших городских пространств». Это была система зданий, оформленных в неповторимом казаковском стиле. Это была придуманная и воплощенная великим зодчим Москва. Во время Отечественной войны 12-го года родственники увезли Матвея Федоровича в Рязань. Там зодчий узнал о пожаре Москвы. Города, который Казаков считал монументальным, величайшим художественным произведением. Он тоже вложил свой талант и всю душу в легендарную древнюю столицу. Разрушение и сожжение Москвы ускорило кончину мастера. Он ушел из жизни ровно 201 год назад и похоронен на территории Троицкого монастыря. Кладбище это не сохранилось и теперь точное местонахождение могилы Казакова неизвестно. Это одна из рязанских городских легенд. Еще о событиях недели и вновь в сфере культуры. В Рязанском детско-юношеском центре художественного творчества прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийской молодежной выставки конкурса под названием «Я хочу сказать об этом». С подробностями Глеб Галушкин. На выставке конкурса «Я хочу сказать об этом» представлена работа студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера, а также молодых художников из других городов России. Участники выставки представили свои творческие работы в различных жанрах искусств. Это и живописи, фотографии, плакат и даже инсталляция. И это вот попытка, вторая, правда, попытка как-то собрать их, дать им веру, что они кому-то нужны, что тем, чем они занимаются, это хорошо. Поэтому здесь все, и классическая живопись, и абстрактная живопись, и перформанс, и арт-объект, и плакат. Ну, максимально все из видов изобразительного искусства, которые можно было показать в Рязани. Выставочные работы оценивали известные деятели искусств Рязани. По каждой номинации определяли трех победителей. Награды молодые художники получали из рук заместителя председателя правительства Рязанской области Елены Царевой. Мы видим очень много зрителей. Я думаю, что многим представителям разных жанров будет интересно увидеть и свое творчество, и несвойственные манеры. И я думаю, что это будет, опять же, пополнять чем-то новым и интересным. Мне понравилось. Как сообщили кураторы выставки, я хочу сказать об этом. Экспозиция работ будет представлена в выставочном зале Детско-юношевского центра художественного творчества на протяжении нескольких месяцев. Сегодня мы продолжаем цикл репортажей под общим названием «О семьях хороших». Напомним, это совместный проект нашей телекомпании областного министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. Автор материала Олеся Харлина привезла свой видеорассказ из рабочего поселка Сторожилово. Несколько лет назад, когда супругам Людмиле и Борису Шемякиным предложили переехать в частный деревенский дом, они и не представляли, какое это счастье. Так привыкли к свежему воздуху и раздолью, что почти все свои увлечения связывают исключительно со здоровым образом жизни. Зимой лыжи, летом велоброски или футбол. Вот это я был на лыжне России. Я бежал 5 километров, тогда я был еще в шестом классе. Кстати, если уж говорить о наградах, то практически у каждого из них есть свои причины для гордости. Мама показывает грамоты сынишке, полученной еще в садике. Старший сын приносит целую коробку медалей за спортивные достижения. Даже у четвероногих любимцев немецких овчарок есть свой уголок с кубками. Это папина заслуга. Именно Борис Викторович занимается лечением и дрессировкой собак. Вон сколько чемпионских титулов с разных выставок за экстерьер и послушание. Старший сын Виктор для себя давно решил, он станет ветеринарным врачом. Тем более рядом самый лучший наставник – папа. С собаками я занимаюсь летом, зимой по сугробам с ними бегаем, на лыжах, когда я бегаю, я их себя и их тренирую, они меня тянут, я за ними пытаюсь успеть. Невольно вспоминаются слова известной писательницы, когда в доме много зверей, сердце у детей растет быстрее, чем они сами. В их семье вообще принято друг за другом присматривать и помогать. По мнению родителей, как раз хозяйство и домашние питомцы – лучший тренажер для выполнения обязательств. Встает утром, идет, кормит кур, да, это твои питомцы уже, помогает тоже подметать во дворе, картошку убирать, да. Самое главное – выстроить порядок, чтобы, то есть у нас, допустим, за каждым ребенком что-то закреплено, и как бы поэтому мы все друг другу просто помогаем. Не успеют оглянуться, как подрастут еще два помощника – маленькие Аля и Гоша. Готовились пойти в роддом за одним, с улыбкой вспоминает мама, а вернулись с двумя. Когда на УЗИ показали, что их двое, конечно, это было приятное удивление, неожиданность, ступор. Наверное, с возрастом понимаешь, что самое главное в жизни – это семья, и самое главное в жизни – это дети. То есть ничто не может заменить, наверное, в принципе, человеческих ценностей. Мы для этого живем в первую очередь. Какой пример покажешь, такому и последуют, уверены супруги Шемякины. Даже сейчас видно, что малыши с удовольствием повторяют за старшими. Тянутся и к спортивным снарядам, и к музыкальным инструментам. И глупости, что в большой семье на все это не бывает времени. Всем своим друзьям, или когда кто-то увидит, у нас большую фотографию кто-нибудь на телефоне заметил. Я говорю, моей жене надо ставить памятник при жизни. Потому что сейчас мало кто решается на это дело. И условия работы моей, допустим, я уезжаю, детей в школу утром завез и приехал только в 8-9 вечера. И фактически самая большая нагрузка лежит на ней. Зато, когда в доме пахнет пирогами и слышится топот маленьких ножек, а старший по-взрослому спрашивает совета, думаешь, что большего счастья и не бывает. Задумываемся иногда, что тяжело. Но в душе иногда хочется и пятого. В таком случае желаем удачи, как в деле увеличения семейства, так и в других, благих начинаниях. Завершает программу сюжет на правах рекламы. В конце минувшей недели под Рязанью в селе Борисково вновь собрались любители внедорожной романтики. На старт ежегодной гонки, название которой «Киндзадза» заставляет вспомнить легендарный фильм Георгия Данелия, вышло 125 экипажей на автомобилях и квадроциклах. Что объединяет название любимого многими фильма «Киндзадза» и «Рязанскую глубинку»? Это соревнование по GPS-ориентированию, которое состоялось 2 ноября в селе Борисково Рязанского района. Чем хороший этот район, здесь много ковровых болот, а спортсмены, участники, им очень нравится ездить по болотам. Это, конечно, очень бодрит. На соревнования приехали автомобилисты-любители из Рязани, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Тулы и других городов. В состязании участвовали автомобили разных классов, а так называемых лакированных, которые мы видим на улицах городов, специально подготовленные машины, а также машины, построенные своими силами. Подготовительный период завершен. Перед стартом вспоминается знаменитая фраза Гагарина. Поехали, понеслись и все. И дальше адреналин, в кровь и все уже. Дальше идем по пригору. По правилам, чтобы победить, надо добраться до большего количества точек на местности, которые подготовили и отметили организаторы соревнований, а также по возможности проехать спецучасток повышенной сложности. Если посмотреть на машину, мы привезли с собой очень много капусты морской, но по колену вот уже мокрые. Застревает не только техника, но и люди. И у многих возникает вопрос, для чего это им надо? Нам надо упасть в грязь, в ней прочупахтаться часа два. Мы вылезем оттуда, будем счастливы и довольны. А если серьезно, здесь можно проверить на прочность свой характер. Здесь царит атмосфера настоящей мужской дружбы, и поэтому находятся спонсоры. Кстати, команда компании «Резур», которая являлась спонсором данного соревнования, заняла первые и третьи призовые места. Хорошо, когда вокруг свои. И осенняя планета – кинза-дза. На сегодня все. Хорошего вам отдыха выходные. Есть мнение, что для того, чтобы начать новую жизнь с понедельника, надо дожить хотя бы до воскресенья. Так что будем беречь себя, а то кто же за нас начнет новую жизнь? Все будет хорошо. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова